В этом ролике не будет ни Рика и Морти, ни одного фильма Хаяо Мьедзаки, ни Gravity Falls, ни других вещей, которые все и так знают. Будут некоторые штуки, которые, казалось бы, должны знать все, и, возможно, конкретно вы их знаете. Но, я думаю, половина из тех, кто посмотрит этот видос, впервые услышит это и такие ЧЕГО? Как я до этого никогда этого не слышал? Вообще ни для кого не секрет, что сейчас мультипликация это зачастую не форма, которую показывают обычно только детям, потому что там сменяющиеся картинки, так весело, никаких серьезных дядек. А наоборот, вот эта вот самая функция мультипликации, что можно нарисовать самые просто фантасмагорические вещи, при этом без вложений такого количества бюджетов, как нужно для создания того же самого в кино, Но это используют всякие режиссеры, сценаристы и прочие авторы самыми необычными идеями, которые снять, ну, просто бюджета не хватило бы ни в какой вселенной. В общем, здрасте, вы на канале Сейна, и в этом ролике 5 мультфильмов, которые перевернут ваше сознание. А если не перевернут, то что-то там точно подвинут. Первый на очереди Конь Боджек. И это просто бриллиантище. Если вы, в принципе, ощущаете себя таким меланхоличным человеком, часто оказываетесь в ситуации, когда думаете, блядь, какой вообще смысл во всем том, что я делаю? Вот зачем-то я куда-то хожу, чему-то учусь, куда-то движусь, мне говорят, что что-то надо, а надо ли мне это? Мы вообще просто несемся во вселенной, мы космический мусор, песок под ногами мироздания. В общем, если все это вас постигает, то Боджек, поверьте для вас. А если не постигает, то у вас еще все впереди, тоже посмотрите Боджека. Мультсериал издевается над всеми современнейшими трендами. Это не шутки в духе ха-ха-ха, там готы, панки, хипстеры и не то, над чем пытаются стебаться вот российские комедии или прочие такие, знаете, продукты массового юмора. Все очень усредненное и так, чтобы никого вроде бы сильно не обидеть и мы смеемся над какими-то утрированными типажами. Нет, здесь это реальная драматическая история, конкретно мне не хочется просто пересказывать сам сюжет. Дело в том, что вот эти персонажи, они сделаны настолько по-настоящему, настолько много в них всяких тонкостей и граней, которые делают их реальными и заставляются переживать. И особенно удивительная вещь, что там есть такая фича, что главный герой, он конь, есть в мультсериале коты, собаки, жуки, тарантулы и т.д. Но это совершенно не используется ради угара типа хе-хе-хе, пес, и он там, блядь, сыт на гидрант, ха-ха-ха, или трахает чью-то ногу. Факт того, что они животные, это тоже сатира над людскими типажами. И она, опять же, она не тривиальная, не такая, которую вы ожидаете, как и каждый поворот, происходящий в сериале. В общем, Боджек это та работа со сценарием и с персонажами, которую мало где можно найти. Мне вот кажется, она эталонной. Хотя я, наверное, погорячился с тем, чтобы советовать его всем. Если вам меньше 16, то, наверное, вам все-таки не зайдет. Потому что там все построено на таких тонких взаимоотношениях между людьми и на некотором внутреннем изломе, который может быть непонятен людям, которые не то что через это не проходили, а даже к этому не близки. В общем, Боджек абсолютный шедевр. Я надеюсь, это отпечатается у вас в голове. Но к нему еще нужно быть готовым. Следующая на очереди Тетрадь Смерти. Да, это аниме. И, внимание, я не смотрю аниме. У меня есть несколько друзей, знакомых, которые его смотрят периодически, что-то мне советуют. Но большую часть из этого я даже не включаю. Дело в том, что смотреть вот эти многосерийные опусы про мега накачанных смазливых парней и девочек с невероятно необъятными сичками. И, конечно же, это все с демонами, темной силой, тентаклями и всем таким. Это не совсем мое. Не имею ничего против анимешников, но не моя тема. И вот Тетрадь Смерти, и еще одна вещь, которую я сегодня посоветую, но это уже потом. Так вот, это аниме для тех, кто не смотрит аниме. Оно почти лишено вот этих вот типичных тропов, которые в аниме присутствуют. Вам не нужно делать шаг через себя, чтобы привыкнуть там к невероятно огромным глазам каждой девочки. Или к тому, что они все разговаривают вот так и делают какие-то очень непонятные пробросы пошлого характера. Притом, не сказать, чтобы они были очень пошлые, но при этом в самом аниме на это реагируют как-то совсем неадекватно. Возможно, это какое-то вот такое японское манера общения, которое просто мне непонятно, но вот это меня отталкивает от большинства аниме. В Тетради Смерти такого почти нет, она про сюжет. Сюжет в Тетради Смерти это просто нечто невероятное. Вот есть сериалы типа «Как избежать наказания за убийство» или «Breaking Bad», фишка которых состоит в том, что помимо остальных плюсов, сюжет держит тебя в напряжении очень долго. И как раз-таки создавать вот это напряжение, каждый раз его обновлять так, чтобы оно не становилось скучным или предсказуемым, это особенное искусство. И Тетради Смерти это не очень долгий, законченный сценарный шедевр. Если вы думаете, а что тогда его никак не решили переснять? Решили переснять, это сделал Netflix, получился полный пиздец. Не советую вам смотреть, я видел только трейлер, но поверьте, это объективная оценка. Вот реально, если вы посмотрите Тетради Смерти, а потом посмотрите просто трейлер Netflix-кой адаптации, вы поймете меня прекрасно. Почти выговорил, какие претензии? В общем, настоятельно рекомендую Тетрадь Смерти, но предупреждаю, оторваться будет совершенно невозможно. Следующий на очереди Футурама. И вот насчет этого я больше всего сомневаюсь. Действительно, может быть, что вы уже ее смотрели. Но смотрели ли вы ее от начала до конца? Дело в том, что в отличие от других проектов Мэтта Гроунинга, это законченная вещь. То есть, Футурама уже началась и уже закончилась довольно давно. И при этом она совершенно не перерастянута, и там нету совсем уж каких-то проходных эпизодов, или эпизодов, которые реагируют на конкретные вот события, которые в данный момент происходят в мире. И, соответственно, этот эпизод, он теряет актуальность тем, как это событие теряет известность. А, например, половина Симпсонов, они именно такие. Поэтому я вам не особо рекомендую тех же Симпсонов пересматривать. И к категории переворачивающих сознание они также не относятся. А вот Футурама в этом очень хороша. Именно в Футураме начался стеб современности через футуризм, который потом унаследовал Рик и Морти. И вообще, я думаю, что без Футурамы у нас бы сейчас не было столько сайфай-угара, который в нашей культуре сейчас присутствует. И Бендер это абсолютно классическая вещь. И Доктор Зойберг. Вообще Футурама породила и гипно-жаба оттуда же. Огромное количество вещей массовой культуры появилось из Футурамы, потому что она прям... Типичный гроуниновский юмор. Это именно ухахаечка. Но при этом без глупых перегибов или каких-то слишком тривиальных сюжетов, бесконечных отношений там отцов с детьми, дочерей с матерьми и так далее и тому подобное. Все сеттинги клевенькие, потому что это все-таки далекое будущее, трубы-перемещатели, роботы, человек-украбы, в общем, куча всего шикарного. Если вы ищете что-то легенькое, комедийное, но при этом оригинальное и увлекательное, то вряд ли найдете что-то лучше, чем Футурама. К следующему. Димон Слэйер, он же Киметсу Нояйба, он же Клинок Рассекающий Демонов. Да, опять аниме, но здесь даже оправдываться нечего. Это просто охуительно. Я не помню, где еще я видел хотя бы похожую художественную проработанность. Дело в том, что есть всего один сезон, в котором всего вроде бы 26 серий. И это просто невероятная работа с изображением. Дело в том, что даже не суть важен сюжет. Там он рассказывает про мир, в котором есть демоны, и у главного героя убивают родители эти демоны, и он становится истребителем демонов. Ничего необычного. Но как все это нарисовано? Конкретно файды в Киметсу Нояйбе, я пересматривал их по несколько раз. Каждый раз идут мурашки по коже просто от того, как все это сделано и срежиссировано. Если вы смотрели Наруто, вы вообще будете как бы себя дома. Потому что вот эта вот тема с тем, чтобы преодолеть себя, она там более чем полностью раскрывается и является двигателем развития главного героя, как и в очень многих аниме-тайтлах. Вообще, казалось бы, сейчас во всех сферах сделать красивую картинку совсем несложно. В мультипликации можно брать манеру флагманов индустрии, а в любой другой сфере заказать дизайн на аутсорсе. Но в итоге хороший вкус все равно остается привилегией меньшинства. Вот, например, материалы киевской группы Полюс. Посмотрите, как все пиздато сделано. И они все-таки группа, визуал для них явление вторичное. Но насколько это располагает? Для сравнения можно взять ебучего Джизуса, которого постоянно защищают у меня в комментах. Ну вот, блять, ну вот тебе, сука, не стыдно? Художественный фильм спиздили. А у Полюса, кстати, новый релиз вышел, залетайте в описание, зацените. И вообще, напишите в комментах, вот способны ли вы закрыть глаза на какой-то хороший продукт, но у которого при этом дерьмовый дизайн и вообще промоушен. Я вот периодически ловлю себя на мысли, что не готов. Времена меняются, но встречают все еще по одежке. Опять же, нет стереотипных каких-то анимешных тропов. Все то же, что я говорил про тетрадь смерти, оно относится к Киме Цунояйбе даже в большей мере. Только, опять же, Киме Цунояйба это бешеная визуальная работа. Ах да, еще и музыкальная работа. Саундтрек Киме Цунояйбе. Я, к сожалению, не могу вам вставить ни нормальные куски серий показать, ни саундтрек, потому что Ютуб все нахуй заманит. Поэтому просто возьмите и сами посмотрите первую серию. Поверьте, эта вещица не оставит вас равнодушными. К сожалению, следующее, что выйдет с Киме Цунояйбей, это только фильм продолжения, он выйдет в 2020 году. И я, блядь, уже подыхаю в ожидании. Потому что если и дальше будут выходить аниме с таким же качеством рисовки, проработки персонажей, диалогов, саунд, дизайном просто невероятным, если даже вот половина всего этого будет собрано в следующих каких-то других тайтлах, то все, можете прощаться с Сейном, я буду анимешником. Просто наианимешнейшим анимешником. И последний в сегодняшнем списке, это сразу несколько фильмов, их объединяет режиссер Уэс Андерсон. У меня был отдельный ролик про него на канале, можете чекнуть, он старенький, но добротный. И фильмы этого режиссера, это, например, «Отель Гранд Будапешт» или «Королевство полной луны», они отличаются неповторимой визуальной стилистикой. Вот эти вот плоские кадры, бесконечные отсылки к классическому кино, то, что сейчас чаще называют ретро, то же самое присутствует и в его мультфильмах. Это тряпичные или пластилиновые фигурки, а-ля пластилиновая ворона, если смотрели советскую мультипликацию, только, естественно, гораздо современней, гораздо бодрее. И если вы видели фильмы Уэса Андерсона, а если вы их не видели, вы чё, ёбнулись? Вы вообще где, блядь? То это то же самое, но он гораздо больше себе позволяет. И если «Мистер Фокс» — это просто добротный мультфильм, от которого вы получите удовольствие, то «Остров собак» — это вынос мозга. Просто его берут из вашей головы, находят там раздел со знаниями о мультипликации, которые там были, вырывают его, бросают на землю, нахуй топчут просто, и засовывают вместо этого «Остров собак». Потому что такого подхода нету больше нигде. Просто по одним именно конкретно фишкам повествования «Острова собак» можно писать учебники. И также отдельный учебник по визуальным фишкам «Острова собак». Отдельную фичу с тем, как прорабатывать персонажей, ставить их против друг друга. И «Остров собак» — это также вещь, которая по-разному понятна разным поколениям. То есть её будет увлекательно смотреть как со всем детям, если они у вас уже есть. Боже. Так и более взрослой аудитории, потому что даже зло, оно там для совсем незнающего зрителя может быть просто какой-то банальной высшей силой, а для более прошаренного это может быть отсылка на вполне конкретных деятелей и конкретные властные режимы. Также и судьбы персонажей, незнающий может увидеть в этом просто интересный сюжет, а знающий найти аллегории на классические вещи из кино, литературы и вечные проблемы. Главный минус вот подобных топов, что когда ты советуешь какие-то прям супер охуительные вещи, как, например, в этом видео, очень не хочется что-то из них палить. Я, например, здесь почти не рассказывал о сюжетах мультфильмов, про которые я говорю, потому что хочется, чтобы вы сами с этим познакомились. Хочется, чтобы каждый твист и каждую деталь мира мультфильма, которую рассказывает автор, она была для вас именно на том месте, где хотел автор, а не чтобы какой-то волосатый блогер вот вам рассказал об этом в интернете. Поэтому давайте вы просто подпишитесь на мой охуенный инстаграм, на камерный канал, где выходит интервью с молодыми актерами, также на мой закрытый паблик, куда стоит вход 5 баксов через мой патреон, на мой обычный паблик ВК, еще на мой телеграм-канал, и все, в принципе, можете съебываться, смотреть все то, что я насоветовал. А на этом все. Вы знаете, где кнопка подписки.